Эффект сплочения или единения вокруг флага. Rally around the flag. А единение или сплочение вокруг флага описывает эффект роста поддержки политического лидера во время внешнеполитических конфликтов или кризисов. Что здесь важно понимать? Это специфические явления, выделенные американскими политологами-социологами на американском материале. Описано оно было политологом Джоном Муэллером, тем, кто изучал политологию. Это имя знакомо как имя автора-основателя школы общественного выбора, public choice. Он в 1970 году написал на эту тему статью под названием «Популярность президентов от Трумэна до Джонсона». Он выделял следующую зависимость. Если случается международное событие, отвечающее трем признакам. Оно международное, оно включает Соединенные Штаты и лично президента, и оно, так сказать, драматическое, специфическое, конкретное. То событие, отвечающее этим трем параметрам, вызывает резкий, быстрый и не очень долгосрочный рост одобрения деятельности президента. А вот это не очень долгосрочное, это как выяснено? Это проверено, это замерено? Сейчас попробую рассказать. Значит, это просматривается, опять же, в американской политической истории на многочисленных примерах, как из, например, истории 20-го века, так и 21-го. Ну, например, Франклин Делано Рузвельт, атака на Пёрл-Харбор. До этого 72% одобрения, после 84%. Цифры такие... Почти наши. Вот, цифры вполне, как недавно было принято говорить, до недавнего времени туркменские. Значит, 2001 год, 11 сентября, Джордж Буш, 51% был, после 11 сентября, 90% одобрения деятельности. Так что, если вы думаете, дорогие слушатели, что это только в ЦИОМ фабрикует такие цифры? Нет. Что важно понимать про эффект объединения вокруг флага? Это в его, так сказать, классической форме эффект, наблюдаемый в демократических, свободных обществах. Он не потому происходит, что люди боятся правду говорить, этим 15 лет колонии грозит за неодобрение этого флага. А потому что они видят драматическое внешнеполитическое событие, которое, опять же, политологи объясняют это двумя причинами. Первая, президент начинает восприниматься как, так сказать, народный вождь, поскольку он одновременно в американской конституции и глава правительства, и верховный главнокомандующий. И вторая причина, в этот момент замолкает внутренняя критика. Потому что вторая партия, оппозиционная, не критикует президента и его политику, поскольку есть какой-то общий враг. Ещё раз повторю, это явление, скажем так, естественное. Оно происходит не от цензуры, оно происходит не от репрессии. Оно происходит в тех случаях, когда вот есть такой, так сказать, ярко выраженный внешнеполитический криз. Это могут быть военные действия, это может быть какое-то дипломатическое резкое действие, но вот что-то такое, что становится новостями. Теперь по поводу корреляций до и после, и по поводу долгосрочности, краткосрочности, того, о чём вы спрашивали. Значит, замечено, что эффект объединения вокруг флага тем выразительнее, чем ниже была популярность президента до этого. Понятно почему, да? Рост с низкой базы. Конечно. Рост с низкой базы особенно выразителен. Значит, также, также, этот самый эффект объединения вокруг флага связывают с другим политологическим, наблюдаемым политологическим явлением, а именно отвлекающей войной. Значит, опять же, если вы думаете, что маленькая победоносная война, это специальное изобретение министра внутренних дел Плеве, то нет. Это называется отвлекающей войной. То есть, в условиях, когда ваша популярность снижается из-за, например, неблагоприятных экономических условий или какой-то там социальной политики, которая гражданам не нравится, то вот такого рода агрессивные действия действительно везде у всех позволяют вам повысить свою популярность. Но в чём засада? Засада в двух типах. Значит, первое, эффект, как мы с вами сказали, краткосрочный. Тут называть какие-то сроки я не буду, потому что по-разному. Ну, скажем, в случае с Кеннеди и Карибским кризисом он продлился около трёх лет. В случае с, например, Обамой и убийством Асама Бен Ладена он продлился несколько месяцев. У Буша этот, так сказать, медовый период в течение года продолжался. То есть бывает по-разному, в зависимости от чего. В зависимости от того, насколько это, во-первых, длящееся событие. Ну, то есть вот сколько можно радоваться убийству Бен Ладена. Ну, хорошо, убили, молодцы, здорово. Да, через некоторое время это закрывается другими новостями. Длящаяся, ну, например, военная компания дольше удерживает внимание. Но, понимаете, в чём дело? Как это есть? Есть одна сложность. Вы должны демонстрировать победу. Потому что если вы влезли в эту историю, испытали своё это ралли, прости господи, а потом событие это длится, а какого-то ярко выраженного результата, который можно продать публике, у вас нету, то всё ваше снижение будет отыграно назад. Вообще, даже в случае успеха, опять же, мы пока говорим о демократиях, а вот этот вот рост в течение условного года возвращается на докризисный уровень. То есть сколько вы подпрыгнули, столько вы и просядете обратно. Вот сколько у вас было, столько у вас и опять вернётся. В некоторой степени, как в сказке о рыбаке и рыбке. Но, ещё раз повторю, эффект этот существует. Он не связан обязательно с несвободой, цензурой, террором. Он связан с естественным явлением, когда, так сказать, враг вынесен вовне, следовательно, внутри люди начинают проявлять, так сказать, единство, забывают былые различия, считают свои претензии, если не обнулёнными, то хотя бы временно отложенными в сторону на фоне вот этой вот внешней угрозы.